МОНТЕ КРИСТО Славного города Саратов, который может позволить себе жить там, где ему хочется. А так, что, берешь рацию, там 16 канал, вызываешь там, алё, Сухум, 7, выходим в море. Там каюта моя вообще. А там живешь? Да, я вот здесь живу. Но не на российских берегах. В Сочи отвратительное законодательство для яхтинга. Здесь, в Абхазии, то, я думаю, законодательство попроще, но учитывая то, что не развиваются совершенно там ни порты, ни марины, ничего такого, то законодательство есть, ничего другого нет. Но за последнюю неделю-две я, наверное, с яхты слазил, вот только в магазин быть. Жилье на берегу. Если есть где жить в море, если ты любишь море, если ты этим болеешь, как я, как капитан, как другие члены экипажа этой яхты, то, ну, может быть, и надо так зимой что-нибудь поделать здесь, если ты где живешь. А так зачем? Если у тебя трехкомнатная квартира на воде стоит. Был бы еще магазин, который к тебе подплывает и продает, там, не знаю, тушенку, сигареты. То есть владелец яхты Александр был очень занят. Но нам удалось поговорить с его женой, которая, являясь женщиной на корабле, приносит кораблю и его обитателям только пользу. С мая месяца я прошла на этой яхте Турцию, Болгарию и пришла сюда. У меня обязанность заменять капитана, когда он устал или вахта. А я готовлю. То есть я еще и кок. По-совместительному бармен бывает. Нет, я давно, ну, как говорится, мечтала об этом, но благодаря капитану он воплотил мои мечты в реальность. И поэтому я здесь и сейчас, и много чего знаю о яхтах. Капитан – мой муж. Когда слышишь слово «яхта», в воображении появляются не только красивые морские пейзажи и мысли о приключениях, но и мысли о стоимости этого дома на воде. Просто необходимо развеять эти заблуждения, сказав, что стоимость данного судна ничуть не выше стоимости среднего дома в Сухуме. Да, нет земли, но есть же море. Если ты не Рома Абрамович, яхта должна приносить деньги. Значит, им стало. И если ты адекватно и правильно подходишь к процессу зарабатывания денег на яхте, то в процентном соотношении я бы не сказал, что это очень дорого. Разумеется, это еще и неплохой бизнес. Но бизнес не самый приятный, как может показаться на первый взгляд. Тетенька, значит, уже давно коньяк выстала. Ну, как давно? Дня два уже. И так получивши, тетенька эта пьяная, то есть сначала чуть парусом туда не выкинула, потом еще яхта так наклонилась, и в итоге начинает судорожно держаться, то есть не понимать вообще, что происходит. Большой дяденька в возрасте. Килограмм 120. Говорил, что я сейчас пойду купаться, ему говорят, может быть, не надо. А тут его податая жена говорит, что нет, надо. В итоге позвали катер МЧС, ребята, вот у нас тут большой человек, надо его как-то из воды вынимать, он в открытом море, то есть что-то с ним делать, вот так. Ну, ничего, победили его. Не знаю, не забуду, я здесь штурвал стою, я тут ползком так пробирается, так и в другую сторону, и наконец вот, пьяные туристы, пьяные туристы, это самое смешное. Находясь на корабле, мы не могли не задать вопрос о пиратах. Все пираты в Абхазии на берегу. А пока мы беседовали о пиратах, к нам подплыли конкуренты и одновременно друзья наших героев, потому что в море именно так, которые привезли группу туристов с очень яркими впечатлениями. Дельфинов встретили? Нет. В далеке. Замечательно. Плавать было здорово. Пойдете еще на яхте? Обязательно. Таким образом, приобретение жилья в Абхазии не обязательно должно ассоциироваться с рядом проблем. Иногда можно посмотреть на проблему с другой стороны. С другой стороны береговой линии.